всем привет мы уже приехали к моих родителей если вы не видели видео как мы там летали на завоз что вы там взяли посмотрите очень хорошо что мы поехали и завоз все таки оправдал наши ожидания а сейчас мы приехали еще вчера в субботу вечером а сегодня воскресенье вместо того чтобы реабилитироваться и настраиваться на работу мы уже бежим на почту потому что у нас попался очень проблематичный покупатель с великобритании ну это просто человек неправильно формулировал свою мысль свой текст и получается что он как бы написал если вы вы сможете отправить его до 7 числа я написал да оказывается он имел ввиду что он хочет уже получить эту вещь седьмого числа у себя в великобритании а это ну никак невозможно и короче путем длинных переговоров обид и всему того подобного мы пришли к такому консенсусу как экспресс доставка получается но сегодня какое число третье воскресенье сегодня третье число воскресенье этой девушки это этот топ нужен седьмого на день рождения у моей девушки день рождения сразу вспомнил мы должны были четвертого отправить но я думаю пошли попытаем удачу сегодня третьего может она все-таки доберется до нее но там просто трэш ну как у меня в каждом объявлении написано что товар по европе это типа там до 14 дней сша 14 21 день как она придумала себе страна до 7 числа будет у нее я не знаю человек сам все главное верить себя вот придумал и начинает и самое интересное да что изначально она типа мне не понравилось типа что покупатель по факту начал обвинять нас в том что мы не можем выйти из этой ситуации просто вопрос как мы можем выйти если у нас все вещи мы не дома мы не можем ничего сделать и только после того как ты объяснил этому покупателю все по полочкам а так вот прям не знаю пожевал и в рот ему положить чтобы не дома что мы не можем из-за того что он неправильно разъяснился вот произошел вот такой вот такая дилемма вот дилемма да и только после этого мы начали как-то более-менее что-то решать и после того как мы написали что мы согласились на его заказ только потому что надо было отправить 7 числа так как мы находились в отпуске до 2 как раз мы бы приехали и до 7 ему и отправили бы его получается а так такие бывают вещи но с ними веселее это как ребус который нужно решить особенно знаете иногда с русскоязычным человеком уж не тяжело договориться найти какую-то золотую середину а с иностранцем это вообще хотя они иногда более уступчивые чем наш так что летим пока на почту а там посмотрим может может и приедет но можете я не знаю но мы написали что что есть возможность отправки экспрессом она говорит она приедет а вы типа дайте гарантию что на приедет 7 числа я пишу я даю гарантию что я отправлю его 4 а что приедет 7 я ничего не даю так что такое короче что я хочу сказать вам очень грустно нам что закрыто там закрыто и там такая бабушка еще смешная выглядывала туда подошли она открывает говорит тут закрыто там такая вывеска написано ксерокс закрыта субботу воскресенье я говорю так это ксерок закрыт она говорит типа не все закрыто я говорю а почта тут нет почта я говорю как нет почты типа я же отправлял недавно я говорю а любезьяна а такое есть такая смешная бабу сита и короче в последнем свете событий расстройстве не отправки кто-то кинул бачок в мусорку и она загорелась короче мы идем в секонд все мы вышли секунда и после того завоза где мы взяли очень много люкса ожидание планка короче планка очень завышена и как-то вообще не никакую простую вещь не хочется вообще покупать как-то так я даже немножко расстроен пишу каждый раз что каждый раз придется туда ездить всем привет это следующий день и мы уже бежим на почту потому что надо отправить как понятия вот эту юпи с великобритания и еще мы сейчас бежим отправлять рады по дороге простые заграницы простые посылки на заграницах и еще обычные по украине и сейчас совсем я забыл я стою с камерой на меня машины так смотрят странно смотрят водители как будто я не знаю там стоп показываю либо что-то еще совсем забыл что надо рассказывать о том какие вещи проданы и за сколько хорошо сейчас мы идем отправлять транс барбари он продан за 70 баксов он без вообще элементов клетки и так хорошо что он продан едет во францию потом проданы штаны брионе они сохнут еще они проданы за 50 баксов потом еще что а вот этот топ топ-то михил фигера винтажный крыльете пеской потом вчера купили обычный самый обычный купальник за 11 баксов 12 он у нас не может продаться за 100 гривен а на зарубежном сайте ушел за 12 бакс так хорошо это все по заграницам по украине купили шапку adidas за 110 гривен купили комбинезон от asos за 300 гривен он практически новый и потом купили а на ложка едет мужской свитер лакост за 660 предоплаты скинули 500 на ложкой и и и еще что-то а и джемпер от атмосфер за 300 гривен с принтом таким и в подарок еще футболочках ну эти все вещи у нас насобирались за то время пока нас не было так что принципе не так уж это и много да и потом на обратке мы еще раз забежим на почту и заберем 10 килограммовую посылку которую мы отправляли когда были у меня дома надо будет забрать там вот эти все да там вот эти все люксовые находки кто не видел смотрите прошлый влог там очень жирно будет да и будем бомбить потому что нам еще пришли две вещи которых не так и не показывал да мне кажется я покажу все вместе все мы уже справились почти со всеми точнее с половиной отправок остались еще штаны брионе которые наверное уже высохли и купальник это мы пойдем отправлять вечером также надо будет забрать эту 10 килограммовую посылку мы решили сейчас я не забрать забрать его когда мы будем идти на почту второй раз да сейчас наверное будем что мы будем сейчас делать сейчас будем идти домой наверное будем обрабатывать то что есть но пытаться наводить короче настраиваться на работу вот так то мы забрали с почты посылку вот она 10 килограмм там еще маленькая эта посылка от подписчика это кожаная куртка и отправили уже две посылки брионе и купальник которых мы говорили а сейчас будем идти еще магазин потому что люду сушит уже третий день выпивает по 20 литров в час как насос какой-то смотрите какой прикол видите портфель не видите наверное ну короче у меня за спиной портфель и мы купили специально портфель чтобы так вот можно было камеру цеплять если нам не надо было у меня есть один там второй третий но у всех очень плохо оттуда держится камера на этом хорошо и поэтому мы купили портфель для камеры и сейчас вам я вам покажу куртку от подписчицы ту которую мы забирали да я вижу есть некоторые погрешности вот там какое-то пятно потом еще загрязнение видел но знаете бесплатно и уксус сладкий единственное то что я увидел тут один дефект вот смотрите эти шерсть дырочка на ней сделалась я думаю да это шерсть но я такое уже ремонтировал очень просто вот так вот берете лесочку и там аккуратненько стягиваете делаете вот так вот лишнее срезаете и супер мега пупер напоминаю это куртка от пойти же от пола ральфа и я смотрел подобные за границей бэушные стоят очень недешево я даже один самый дорогой вариант стоит 500 баксов но она убитая вообще в хламы просто а это такая ничего смотрите какая на сзади такие вставочки но так видно что эта куртка винтажная реально шеи лет двадцать а еще пятнышко но я попробую убрать его очистителем для кожи не знаю насколько она поможет но тем не менее но красить я не хочу пусть уже человек который купит будет красить смотрите опа как в рубашке oxford чтобы город не заминался кончики они он фиксируется так что за бесплатно очень даже спасибо если там смотрите мы благодарны низкий поклон всем дратуки и я совсем обделяю вас по информации что же мы продаем и сейчас я вам расскажу что у нас продалось за ближайшие два дня у нас продались акне джинс сатиновые брюки нам за двадцатку баксов макс мара шелковый кардиган шелк с хлопком идет excel размер тоже за 20 баксов и не может быть локальный местный рынок украины дает нам средства у нас продались шапки черные обычные докер хэд модные очень сильно и мы их продаем понимаете да мы продаем моду продаясь по 240 гривен сколько шапок две черных одна бежевая две черных одна бежевая да по 240 гривен каждая 248 ого 248 гривен каждая а плюс 8 на 3 то и получается сколько плюса сколько доллар одна шапка закупки ой я провалился ай-яй-яй-яй ничего страшного я аж буду рассказывать людям как делать бизнес или уже рассказываю на момент монтажа не знаю хорошо что еще продала сегодня продались рыбаки я когда-то я хотел их купить себе я померял все окей размер подошел я думаю я буду восстанавливать снимать про них видео но потом я их помыл почистил такой отдел они жмут меня пипец и люди будем продавать а там внутри я не знаю может собака не какая-то ходила потому что внутри они волосатые ну просто и нашу не знаю хомячков может разводили внутри ну и она ничем вообще не пылесосом чистили щеткой чистили валиком липучим чистили вообще никак или давай будем продавать так или она написала в описании внутри внутри имеется ворс и типа можно подумать это как теплый ворс или нет теплый но мы сфотографировали сфотографировали эту волосню или блин удивительно у нас и купили за 270 гривен смешно я думал что они не продадут никогда жизни но как-то так получается что всякая ерунда продает что еще продали так но это в подарок там к этим кроссам в сфитер свитер келвин кляйна келвин кляйна да вчера купили за 280 гривен за 280 гривен говорит Люда купили келвин кляйна если вам сбоку не слышно я не знаю с какой стороны микрофон просто выходит то купили да да и еще на ложка приехала за лакосту которую забрали да ооо на лакосту приехала на ложка это 500 гривен приехала да вчера не забрали потому что с товарищем встречались и решили не забирать там такая очередь была большая что еще еще мы вчера что-то отправляли мы отправляли вчера две шапки и еще один заказ а нас купили топ синий от буху новой с биркой да и там к нему тоже выбрали вещи в подарок да и в принципе все если мы выбрались в эту холодину отправить надо немножечко посылок и только что выходим я такой думаю проверю я одну площадку торгую зарубежную я смотрю написано два заказа за последних 7 дней я такой да не может быть один заказ был за последних 7 дней и смотрю смотрю в историю действий там типа когда покупатель добавляют в избранное либо покупают смотрю написано 39 минут назад произошла продажа продался свитер Карла Калуччи я такой ну нормально нормально я готов так продавать а я только сегодня начал этой площадке заниматься как я и давно занимался но иногда рук не хватает на все и сегодня только начал туда товар закидывать и она сразу дала выхлоп вот это круто вот это да я совсем балда вылицал с головы сколько работы и забыл вам показать недавно вещи которые мы покупали прикинь мы даже уже обработали одни одну вещь это купальник барбари мы перекупали мы купили две вещи один из них был купальник барбари это 150 гривен это примерно 4 6 долларов где-то так я буду переводить я думаю нас смотрят не только жители Украины и попадают красаветы вот эти? да ой да и перекупили нет не один их два один пусть там лежит это обувь я вот так вот покажу это обувь от Эрме это известные крутейшие сапоги вот видите Эрме там внутри тоже есть брендирование и вот тут вот есть купили мы их за 750 гривен это равно 750 гривен равно получается где-то 30 долларов 30 долларов мы перекупили вот такие Эрме только вот незадача я не могу найти такие в интернете там было издание в трех цветах синий розовый и вот такой оранжевый и о них информация была на сайте поли ворс что-то типа того какой-то известный сайт был там луки все составляли вещи которые комбинируются но его выкупили и закрыли в восемнадцатом году и на пантересте остались картинки с этими сапогами но я перехожу а информации нету ну нету такого сайта уже это просто печаль а там я мог сравнить эти с теми и узнать насколько они оригинальны ну это я вижу что это кожа это все кожа но почему-то у меня сомнения есть есть такие мелкие детали которые я думаю что Эрме все-таки не допустила бы себе либо это люкс какая-то копия и мы попали на 30 баксов хотя я думаю их можно продать даже на местном локальном рынке вот это тот момент когда я не могу сказать что-то оригинал и сказать что-то не оригинал тоже не могу и вот такая вот незадача да вот такие вот покупки еще что хотел сказать по продажам была продажа шорты сегодня в Австралии очень захотели винтажные шорты купить мы там очень долго торговались и все-таки дошли пришли к консенсусу какому-то и они продались за 22 доллара в Австралию экспрессом поедут потому что экспресс в Австралию стоит так же как и обычная доставка и вчера продался я говорил свитер Карло Кулуччи за 40 баксов и 20 доставка он поедет в Нидерланды в Нидерланды да он поедет да вот такие вот продажи доброе утречко мы бежим на завоз который состоялся позавчера без нас а так вот воскресное воскресное утро мы решили пойти пройти что-то ну мало ли что-то мы давно уже не были там мало одежды у нас не обработаны походу да как это работает у тебя одежды много работы много но ты идешь на хенд ну а хотя мы когда-то перестали ходить на хенд и начали обрабатывать то что у нас было и я скажу это очень сложно потому что все равно актуальные фасоны ты добавляешь что-то новое что-то есть пожирнее находишь чем у тебя есть что-то востребованное и оно быстрее уходит то есть пополнять свой ассортимент надо в принципе постоянно да или как мы были столкнулись с тем что у нас уже не было что выставлять что так было-было-было а потом бац и все закончилось ну это касается люкса да люкса мы тогда с тобой решили что мы не будем прекращать ну типа да походы на секонд-хенд что плюс-минус надо иногда надо ходить если очень много у вас товара лежит раз в неделю уделите все равно если у вас нет обновлений это очень плохо так что мы идем делать так чтобы не было плохо все друзья мы вышли уже с хенда ну такого чтобы там прям вау нету для продажи взяли буквально одну вещь это женская такая кофта туника коса от бренда кос и блин хорошо что себе взял себе взял несколько вещей у меня есть бомбер армане и он такой блин он прикольный крутейший вообще но блин под него не все оденешь он коротковатый и он так бахматится снизу и я искал прямой бомбер чтобы немножко чуть длиннее и я его нашел тоже такой жирный жирный еще и куртку себе нашел уже такая такая на глубокую осень и Люда еще свитер притаскала оверсаж я себе сколько вещей за один завод еще не покупал за один заход точнее в секонд ну это тоже надо я обещал показать то что я взял себе вот такая вот куртка такой прикольный принт я только сейчас заметил что тут есть вышинка видите крутая такая офф вайт настоящий конечно же я шучу потом свитер на котором настояла Люся он идет мега оверсайзовый он реально 2XL color block такой три цвета и длину рукава в принципе можно регулировать закатом ворот тоже закатывается теплый вообще очень ну я прям сегодня одел понял что этот слишком и снял и понял что надо что то полегче и бомбер с такими вот надписями Пабло 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 скорее всего это отсылка к Пабло Эскобару кто смотрел фильм а с этой стороны он идет базовый как обычно в принципе все бомберы внутри желтая подкладка молния для ручек отсек и все вот такие вот покупочки у меня были сегодня был такой насыщенный день что мы только выбрались на почту выбрались только на почту почему я смеюсь потому что я забыл одну посылку посылку в Нидерланды свитер Карла Кулуччи вот тот самый и блин мы его сложили я его забыл сейчас будем бежать одну скинули две вещи да там было да посылка две вещи там свитер травка он был продан за сколько 175 гривен он был продан и сейчас бежим на укрпочту отправлять на ложкой рубашку которая стоит 200 гривен 100 гривен нам скинули предоплаты а стол мы будем потом идти забирать потому что у новой почты что-то опять там не работает и деньги на карту сразу не падают после зачисления а потом будем идти отправлять на юпиаску шорты в Австралию только кадр назад было так светло а сейчас уже темнота мы тут с братаном домой добираемся да шутка с этим ну в принципе сделали все что нам надо блин они такие стремные можно подумать что это реально мальчик стоит что он стоит так поздно не двигается и мы поделали все дела и сейчас бежим на почту очень много только что думали говорили как нам улучшить наши влоги видео так контент впрочем хотя опять же такой пробел большой что может на момент выхода этого видео уже и так все будет хорошо но этого мы не знаем но на данный момент пока это снимается то мы не очень довольны тем что мы делаем не хорошо что мы это делаем но вот как-то немножко мы отклоняемся вправо влево и не зацепаем то основное что нам надо так что если у вас есть какие-то идеи претензии возмущения жалобы предложения и предложения мы все прочитаем а пока очень холодно в руку и мне кажется на ту руку которая держит камеру уже надо покупать перчатку так что идите-ка вы в карман на